Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Алексей Алексеевич Харламов. Русский художник, мастер портрета, академик Императорской Академии Художеств. Родился в многодетной семье крепостного крестьянина 18 октября 1840 года. У родителей он был седьмым ребенком. После его рождения хозяева решили продать его родителей другой помещице, оставив при этом детей себе. Маленькому Алёше повезло, из-за владенческого возраста он не мог быть отлучен от матери и поэтому был продан вместе с родителями. В 1850 году родители Алексея вместе с ним и еще двумя младшими детьми получили свободу. Скоро семья переехала в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге Алексей в 12 лет начинает брать уроки рисования у вольнослушателя Академии Художеств Афанасьева. В 1854 поступает в Императорскую Академию Художеств, где становится учеником профессора Маркова, представителя позднего классицизма. За успехи в рисовании и живописи Алексей Алексеевич получает две малые серебряные медали, а в 1853 году две большие серебряные. Получает малую золотую медаль за картину «Крещение киевлян» и уже большую золотую медаль в 1868 году за полотно «Возвращение блудного сына в родительский дом». Получает право на пенсионную поездку за границу. Алексей Алексеевич много путешествует по Европе. Посещает художественные музеи Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Голландии. Некоторое время живет в Париже. По заказу Музей Петербургской академии художеств делает во дворце в Гаге копию картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа». В 1872 году вступает в Товарищество передвижных художественных выставок. Впоследствии художник будет регулярно посылать свои картины на ежегодные выставки передвижников в Санкт-Петербурге. В конце 1872 возвращается в Париж, где поступает в ателье модного французского художника Леона Бона. Вслед за Бона Харламов удачно имитировал в своих произведениях внешний вид классической живописи, любимых им старых испанских мастеров Рембрандта итальянцев 17 века. Именно под влиянием Бона окончательно оформился художественный стиль Харламова. В 1874 году отправляет на академическую выставку в Санкт-Петербурге три свои работы. За эти картины и за сделанную в Гаге копию с «Урок анатомии» Рембрандта он получает звание академика. Знакомится с жившим в Париже Иваном Сергеевичем Тургеневым. Тургенев был очарован талантом молодого русского художника и предрек ему большое будущее. Именно по совету русского писателя Эмиль Золя, посылавший в петербургских вестники Европы свои парижские письма, посвятил Харламову восторженный пассаж. Золя увидел дебют крупного таланта. В конце 1175 года Харламов приехал в Россию, однако уже осенью следующего года навсегда возвращается во Францию. Знакомится с юной Фанни Шутц, ставшей впоследствии знаменитой певицей. Их дружба будет продолжаться вплоть до смерти художника. Его увлекает передача свето-воздушной среды в своих работах. В своем новом цикле работ Харламов обращается не только к манере письма старых мастеров, сколько к бытовым подробностям эпохи Возрождения. Художник продолжает до конца своих дней производить бесконечные вариации однообразно красивых головок итальянок и цыганок, вне времени и вне художественного развития. Последние годы живет в бедности и одиночестве. Единственной, кто крашивает его старость, была французская оперная певица Ферри Литвин. Фанни Шутц. Умер Алексей Алексеевич Харламов весной 1925 года в Париже. Похоронен на кладбище Перлашест. Ну вот так вкратце из Википедии о русском художнике, мастере портрета, академике Императорской академии художеств Алексея Алексеевича Харламова. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»